Всем привет! Вот наконец-то наступил 2019 год, с чем мы вас и поздравляем. Герман, не только наступил, он уже успел нас порадовать классными, интересными новостями. Кстати, вот у меня есть новость. В одном из дворов по улице Гоголя он превратился в необычную экспозицию Деда Мороза. Там вот эти вот Деда Мороза кто-то слепил, причем огромное количество, вернее не Деда Мороза, что это, заговорился уже, снеговиков. Разных форм и размеров. 51 штука, я бы так сказала. Да, в Рогачеве появились такие фигурки. Зачем это было нужно? Да вот просто молодые люди решили порадовать местных жителей. Сейчас найдем, может быть, что-то побольше. Вот такая вот фотография. Одни говорят, что все классно, здорово, нам нравится, но кому это не нравится, как ты думаешь? Автомобилистам? Конечно. Да, потому что Гигура появилась прям посреди дороги сделали. Вот посреди дороги не надо, а вот в парках почему и да, красиво. Когда последний раз снеговиков лепила? Ой, давно это было. Ты знаешь, хотя у нас сегодня такой снегопад, мне кажется, можно этим заняться. А как прошли ваши праздники, ждем ваши истории к нам в комментарии, заходите в группу во Вконтакте. Ну, это пин-код Герман Лыщицкий, Татьяна Монтусевич. Мы начинаем. А что ты знаешь о Рождестве? Прямо сейчас раскроем тайну всех символов этого праздника. Пин-код исполняет желание. Очередной видеотчет новогодних чудес увидишь совсем скоро. Родители не разрешают тебе играть в компьютерные игры? Расскажем, как убедить в пользе твоего хобби. Это пин-код. Смотри, не пропусти. Друзья, у нас для вас хорошая новость. Пин-код в этом году продолжает вам дарить подарки. Да, и что для этого нужно сделать, друзья? Если вы во время праздников не только вот объедаетесь вкусными салатиками, но и занимаетесь спортом, ходите в зал, я не знаю, качаете пресс дома, делайте селфи, фотографируйте себя, присылайте в нашу группу во Вконтакте, потому что кому-то из вас мы вручим сертификат на целых 150 рублей в семейный спортивный центр «Аванте». А там вы и в теннис поиграете, и фитнесом позанимаете, и ногти, кстати, можно тоже накрасить. В одной из школ Бруклина, это в Нью-Йорке, запретили Рождество. Вот такая новость тоже появилась на днях. Руководство школы пошло на такой шаг, потому что там 95% ее учеников выходцы из стран Азии и Латинской Америки. А там Рождество, ну, как мы знаем, как таковой не отмечается. Да, и американцы уже назвали такую меру запредельным проявлением политкорректности. Однако, друзья, и на наших землях у Рождества не совсем понятный статус. Религиозные традиции праздного этого дня у нас по историческим причинам не сложилось. И вот что символизирует? Вот наряженная красивая елка, и вот этот добрый дедушка, который дарит всем подарки, не до конца ясно. А между прочим, чудо рождения Христова, оно имеет значение только для каждой отдельной семьи. И разобраться, что же это вообще такое за праздник, Рождество, нам помогут наши гости. Мы встречаем в студии Анастасию Головач, Романа Знака и Богдана Тихановича. Приходите, ребята, к нам. Сегодня попытаемся вместе с вами разобраться, что же значат эти подарки, елки, Дед Мороз. Празднуете ли вы семьей Рождество? Есть ли у вас какие-то традиции? Вопрос, кроме. Ой, интересный вопрос. Да, конечно, празднуем. Это праздник, который стоит праздновать с родными, близкими, и чаще всего мы его так и празднуем в кругу своей семьи. Мы собираемся у бабушек, да, мы сидим всей семьей за большим столом, очень большим. Нас собирается человек 12, и мы ждем, когда зверьнет звезда на небе, и начнем, так сказать, этот маленький пир, если ты можешь так называть. Для вас это еще и повод встретиться, да, семейный праздник? Да, да, да. Это очень такой обширный праздник, потому что на Новый год мы особо не встречаемся прям все вместе, но вот на Рождество, да, мы все вместе, и это классно. Настя, а у тебя как прошла новогодняя ночь? Какие-то традиции, может быть, тоже нам расскажешь свои семейные? Самая интересная традиция, это когда мы с папой, он завел эту традицию, мы ходим в лес, специально отведенное место, он покупает сертификат, и там ищем елку. Произошла одна такая очень интересная история. Мы так и ходили вот до того времени за елкой, ну а потом идем, мы такие, все вроде спокойно, и тут я проваливаюсь в какую-то прорубь. А я вся такая одетая, вся вот как колобок, проваливаюсь в прорубь, и было очень весело. В лес красиво одетая. Ну а что, тоже это событие на самом-то деле. Хорошо, но все-таки есть разница у тебя между Новым годом и Рождеством все-таки? Ну, вообще есть небольшая разница, потому что в Новый год мы празднуем с всей моей семьей, мы садимся за большой стол и ждем до 12, пока пробьют куранты. А Рождество мы как бы тоже празднуем, но как-то чуть поскромнее, то есть в маленьком кругу семьи я, мои родители, мои сестры, там готовим очень вкусный ужин и так и ложимся спать. А вот Дональд и Мелания Трамп, они решили не дожидаться Нового года, они еще до Нового года приняли участие в акции «Норед отслеживает Санту». Что за акция? Они звонили ребятам, которые очень хотели узнать, вот где Санта находится прямо сейчас, что он делает, кому отправляет подарки. И Дональд Трамп спросил у одного мальчика, сколько ему лет, где он учится, чем занимается и так далее, а затем добавил, ты все еще веришь в Санту в семь лет. Это ли не странно? Друзья, вы верите в Деда Мороза? Хороший вопрос. Да. А я вот верю, ну вот не в конкретного Деда Мороза, да, а вот вообще образ вот этого вот праздника, да, и чуда. Кстати, очень интересная информация, между прочим, Санта-Клаус в нашей трактовке Дед Мороз, это же практически реальная историческая фигура. Христианский святой, Николай Чудотворец, живший в четвертом веке. С раннего детства он отличался к любовью к ближним, да, и был прославлен тем, что делал просто бескорыстно добрые дела и в том числе отдавал подарки. Вот есть очень интересная история, связанная с ним. Однажды он принес подарки, да, перед Рождеством, а были закрыты в доме все окна. И ему ничего не оставалось, как вот в дымоход кинуть монетки, да, денежки. Они попали в носки, которые вот в этой печке сушились. И сих пор вот католики на Рождество, я вот не знал до этого, они вешают такие вот красивые носочки возле камина, возле печки. Так что два лайфхака. Первое, чистим камин, второе, вешаем носочки. Ну, так вот, да, носочки, елки, это же все символы Нового года. Богдан, вот как родители вообще объясняют эти символы? Ну, родители не объясняют, потому что я не спрашиваю. Я разбирался, в общем-то, в этом сам. Ну, и история новогодней елки и других символов Нового года, Рождества и, в принципе, зимних праздников уходит в далекую-далекую историю. Ну, совсем углубляться не буду. Ну, например, во времена царской России, ну, поздней царской России, взрослые приносили елку в тайне от детей, наряжали ее тоже в тайне, и лишь в канун Рождества они ее им показывали, показывали подарки и разрешали детям веселиться вокруг этой елки. То есть разбирать подарки, снимать с елки украшения, в конце концов, разорвать елку и вот так повеселиться. Ну, вот такой вот праздник, да. Ребята, а у вас как было? Вот объясняли вам суть подарка, вот всего елки? Откуда это все пошло? Вообще нет, но когда я была маленькая, как и всем родители говорили, вот ты будешь себя хорошо вести, будешь очень-очень хорошо себя вести, помогать родителям, и Дед Мороз тебе принесет подарочек. И ты была хорошей девочкой, подарки он приносил Рома. А ты знаешь, откуда вот эти елки, откуда Дед Мороз к нам вообще пришел, приехал, прилетел? О, ну это с далекого севера, ну, как ни странно, да? Беломерская пуща называется. Да, я там, кстати, не был, к сожалению, но хотелось бы побывать там, говорят, очень красиво и атмосферно, как будто погружаешься в этот маленький мир Рождества и Нового Года, прям мило и интересно. Слушайте, у меня тоже такой вопрос появился, вот мы говорим про елки, подарки, а мандарины, что вообще символ Нового Года и Рождества? Есть же другие фрукты, их много, апельсины те же, не дозадумывались? А это можно запросто объяснить, вот, например, во времена советского правительства мандарины были, ну, в дефиците. Ну, да, и апельсины тоже. Ну, и не только мандарины, да. Бананы. И люди большей частью хранили их или запасали, или позволяли себе купить только в канун Нового Года или каких-то вот таких крупных праздников. Ну, наверное, да, кстати, мы тоже пока забьем в интернете, да, загугли на самом-то деле. Ну, а, кстати, многие нас спрашивают, продолжат ли пин-код дарить подарки нашим зрителям. Конечно, да, давай скажем. Да, да, нашу такую вот шубу, своеобразную шубу Деда Мороза. Фигурочки, я бы сказала. Волшебной феей, я бы так сказал. Примерила Анастасия Рудская, давайте посмотрим ее сюжет. 29 декабря сеть дискаунтеров «Остров чистоты» подарила своим покупателям настоящий новогодний праздник. Новый год – пора чудес. Сегодня исполнится мечта нашей юной подписчицы Варии. Девочка написала нам и рассказала, что хочет поучаствовать в съемке сюжета и почувствовать себя настоящей принцессой на Новый год. Прямо сейчас мы находимся на новогоднем празднике в Минск-арене. А в руках у Варии самая настоящая карта сокровищ, по которой мы будем ориентироваться и отправимся на самые интересные локации праздника. Пойдемте с нами. «Остров чистоты» подарил детям настоящую сказку. Какой же Новый год без главных символов праздника – Деда Мороза и Снегурочки? «Остров чистоты» разыграл много подарков, потому что главное желание организаторов – яркие воспоминания в памяти посетителей праздника. Наша карта показывает зону новогодних плюшек. Один из сюрпризов, который подготовил «Остров чистоты» для своих покупателей – приятные цены на продукцию сети магазинов. «Фьюжн-зона» и «Квантовый лабиринт» стали настоящим открытием для Вари. Столько радости было в ее глазах. Мы варили мыло своими руками прямо в лаборатории, а также увидели фабрику, где производят мыло прямо из конфет. Бьюти-зона – рай для девушек. Конечно же, мы не обошли ее стороной. Настоящие профи своего дела сделали Варе укладку. Собрать тысячи лайков и подписчиков в Инстаграм возможно благодаря классным фотозонам. Селфи, селфи и еще раз селфи. Куда же мы уйдем без классных фотографий? Тем временем наша карта направляет нас на большой гала-концерт. Выступление дяди Вани. Юнеш, Джим Морс осчастливили Варю. Варечка, я хочу пожелать, чтобы 2019 год был для тебя самым-самым удачным. Пускай все твои желания исполнятся. Я вижу по твоим глазам, что ты очень добрая девочка. И всегда дружи со своими друзьями, делай только добро. Хорошо? Все. Давай обниматься. Давай обниматься. Нашей юной зрительнице Варе всего 8 лет. И она вместе со своими родителями приехала к нам специально из города Бреста. И впервые побывала в Минск-арене. Девочка призналась, что наша съемка стала для нее лучшим подарком на Новый год. Огромное спасибо телеканалу «Беларусь-2». В частности, программе «Пин-код» за то, что воплотили в жизнь мечту у каждого ребенка. Это побыть настоящей королевой бала. Познакомиться со звездами белорусской эстрады. Поучаствовать в многочисленных конкурсах. Получить призы. То есть, на самом деле, чуть-чуть скажу, что исполнили мамину мечту. Потому что видеть счастье на глазах своего ребенка – это дорогого стоит. Друзья, «Пин-код» исполняет мечты. Это действительно так. А мы желаем вам только позитива и радости. Настя, спасибо тебе большое, что не ленишься исполнять мечты наших зрителей. А мы, кстати, до выхода на сюжет, до того, как мы его посмотрели, загуглили, что же вообще мандарины стали символом Нового года. Есть у нас тоже интересная версия. И нашли ответ. Да, что в Китае родилась идея встречать Новый год с оранжевыми цинтрусами. Это было более тысячи лет назад. Что там делали? Там приходили в гости, приносили с собой пару фруктов, как бы желали добра, благополучия хозяевам этого дома. А когда уходили обратно, хозяева им также давали обратно, наверное, те, которые они купили, вот тоже два фрукта. Стоили мандарины дорого. И поэтому называли их даже как «золотой фрукт». Вот так. Вот такая есть версия. Но не только мандарины – это символ Нового года. Еще, конечно же, Дед Мороз, он же Николай, Святой Николай, да, он под Рождество приходил в дома, приносил подарки. Однако переоделся он в Деда Мороза с приходом только советской власти, когда почитание христианских ценностей не приветствовалось коммунистической партии. В общем, короче говоря, власть понимала, что традиции никуда не деться, и нужно все-таки вот этого Святого Николая как бы заставить работать на себя. Вот так вот. Ну, образ вот этого Деда Мороза, он появился еще и до советской власти. Вот у меня тоже есть интересная информация. Наши предки верили в то, что духи умерших людей, они, соответственно, охраняют весь род, и поэтому им надо давать какие-то подарки. Поэтому вот как раз-таки клядующие, которые ходят и будут ходить совсем скоро, они как бы олицетворяли вот этих духов, а люди давали им какие-то угощения. А самый старый человек там был самым главным в общем. Он был так очень странно одет, страшно, я бы сказал. Можете посмотреть фотографии в интернете. И его называли Дедом. Ну, такой прообраз может быть даже Деда Мороза. Ничего себе, ребята. А вы как вообще считаете, в вашей семье какой праздник главный? Новый год или все-таки Рождество? Настя. Новый год. Новый год. Почему? Потому что Новый год – это первый день следующего года. Это во-первых. Во-вторых, как бы это начало, начало нового какого-то вот, что-то новое для тебя, вот новая часть твоей жизни. Новый период, да, в жизни. Да. И поэтому для нас Новый год важнее, Рождество. Такой своеобразный отчет, да. Ребята так кивают. Вы так же считаете, что Новый год – это главный праздник? Родители как-то объясняли, да, важно. Почему вот так, да? На самом деле, это оба, эти оба праздника, они, ну, одинаковой важности для, ну, лично для моей семьи так точно. И, не знаю, когда выделить один на фоне, ну, сложно. Но все же, наверное, Новый год важнее, потому что все его празднуют, а Рождество – это, ну, это выбор каждой семьи и каждого человека, праздновать его или нет. Поэтому мне так. Рождество – это религиозный праздник, и, наверное, по сложившейся в Советском Союзе традиции, большинство людей большую привилегию дают Новому году. Ну, то есть его празднуют низкоактивнее. Однако Рождество в семьях верующих и просто людей, которые относятся к этому празднику с интересом, празднуется. Итак, следующий мой вопрос. Где живет Дед Мороз? В Белорусской Пуще. Ну, ты молодцы. Хорошо, еще варианты какие-то? В России это Устюг, насколько я помню, великий, да. В Лапландии еще есть, там Санта-Клаус живет. А вот… В Делоу Пути еще где-то живет, я уже забыл, где. А я вот вам расскажу, где живет Санта-Клаус. Шведские ученые рассчитали лучшее место для жизни Санта-Клауса в этом году, да? Именно только про этот год мы говорим. Этим местом оказался город Йок-Мок на севере страны. Оказывается, что именно вот с этой вот красненькой точки Санта-Клаусу легче всего будет приносить подарки. Ну, якобы удобнее. Да, но это только в этом году. И неизвестно, какая точка на земном шаре будет в следующем году. Может быть, вот в Норвегию, или в Финляндию, или в Эстонию. А может быть, в Беларусь уже переместиться к нам. У нас тоже удобно распространять подарки. Я продолжаю верить в Деда Мороза, чего и вам желаю. Спасибо, ребят, большое, что пришли сегодня к нам в гости. Мы прервемся на небольшую паузу, а сразу после нее расскажем, как же все-таки собраться с силами и начать жить с чистого листа. Не переключайтесь. Таня, сегодня третий день Нового года. Пора уже, во-первых, отставить Оливье, потому что, скорее всего, оно уже испортилось. Это раз. А во-вторых, надо уже начать жить по-новому. Можно что-то новое попробовать, научиться. Возможно, от чего-то отказаться, от плохих привычек. Вот, вот все так начинают бодренько, живенько. Сейчас у меня все изменится. А заканчивают? Как заканчивают? Не знаю. Заканчивают никак вообще. Получается, лежите с чистого листа, мы узнаем у наших зрителей, встречаем в студии Рома, Марку и Влада. И также Настя у нас в студии, продолжаем общаться. Привет, ребята. Привет. Ну вот, третий день Нового года. Какие-то цели на 2019-е уже себе написали, нарисовали? План действий. Конечно, написали. Уже даже делаем нужно так. Нужно не просто писать и делать. Я с 1 января, прям реально с 1 числа начал читать минимум по 20 страниц в день. Потому что, кажется, это банальная вещь, но все равно мы сейчас все в интернете, мы много смотрим сериалов, фильмов, соцсети, а нормальную литературу не читаем. Можно читать, не знаю, по работе, просто художественную. Вот, у меня такая первая моя полезная привычка, с которой начался этот год. Ну и как успехи? Еще не бросил? Нет, нет. Уже третье число. То есть 60 страниц уже платит она? Уже есть, да. Это книга по работе. Марк, а у тебя как дела? А я поставил себе цель еще в прошлом году, в ноябре, снять фильм о своей малой родине Марина Егорки. И ее уже как бы осветили везде по всей стране, об этом писали в газете, в новостях говорили об этом. И работы уже начались по съемке фильма. Вот первую сцену я уже снял, и в этом году я доснимаю этот фильм, и в мае он где-то должен выйти. Ну вот, хорошая цель. Вот такая у меня грузозная цель. Пример у нас устроишь? В пин-коде. А что смеешься, ты пообещай просто. Хорошо, хорошо. Ну вот у меня, наверное, такая банальная цель, как у всех ребят, конечно, улучшить успехи в школе, больше стараться, больше проявлять усердие в учебе. Ну, чаще бывает, конечно, что выполняются цели, но когда не приложил должного усердия, естественно, успехи не достигаются. Настя, а у тебя какие-то цели на 2000-м? У меня такая цель, я хочу научиться лучше танцевать. Я хожу в танцевальную школу, танцую хип-хоп, но вот хочу как-то вот, чтобы было лучше, чем сейчас. Ну, это какая-то такая неконкретная цель. Вот снять фильм, там, читать по 20 страниц в день, это конкретно. Как, кстати, вы ставите цели? Есть какой-то принцип у вас? Ну, наверное, отмечать календарики поступательно. Выполнил ты или нет? Каждый день ты двигаешься к своей цели. Но она должна быть конкретной, так я понимаю. То есть вот цель Насти, как вы считаете, вот это вот просто стать лучше, там, это же не конкретная цель. Ну, мне кажется, с каждой тренировкой, с каждым занятием ты оттачиваешь свои умения в той или иной область. Ну, наверное, все-таки конкретно лучше поставить там 5 тренировок в неделю. Нужно набираться опыта, поэтому нужно потихоньку идти к своей цели. Вообще, кстати, если целей у вас в голове много, да, вот там, стать там лучше, там, получить хорошие оценки по разным предметам, то специалисты, психологи нам советуют цели свои сократить. То есть у вас должно быть, я не знаю, 3, 4, 5 целей, но они должны быть четко прописаны. Вот, допустим, нам психологи так и советуют, что запишите 5-6 самых важных целей, которые вы хотите достичь в ближайшие 90 дней. То есть мы лучше не на год планировать, а на ближайшие, вот, минимум, там, 2-3 месяца. Почему столько? На этом этапе говорят, что вот вы четко будете видеть свои пункты, то есть что получилось, что не получилось, какие-то ошибки, какие-то, скажем, бонусики себе давать. Делали так? Пробовали ли так? Пробовали. Есть, на самом деле, очень много систем, способов систематизации своих целей, календари, разные методики введения ежедневников. Я лично пробовал ежедневники, но мне ближе просто, формат «Все в голове», но, опять же, я знаю, что нельзя планировать на года и там на долгие месяцы. То есть конкретно. Лучше ставить цели на, вот, где-то я читал, что там максимум на 3 месяца ближайшие. Ну, то есть вот это самое оптимальное время, на которое нужно планировать вещи, и тогда ты к ним придешь. Настя, ты вот цели ставишь так на год вперед. Вот что-то я сегодня тебя это дудушу с твоими целями. Ты как вообще, на сколько ставишь цели? На год, на два года? Всегда по-разному. Иногда вот я могу поставить цель, допустим, неделя до контрольной. Ну, это всегда осуществимые цели, да? Да. Про это мы тоже поговорим. Кстати, у нас еще есть совет психолога, вот ты тоже послушай. Давай озвучим. Да, следующее, это нужно определить ключевую цель, да? Как я уже сказала, что зачастую у нас пальцев не хватает, сколько мы всего хотим начать, делать, научиться и так далее. Психологи нам советуют все-таки выбрать какую-то одну. Сначала сделать что-то одно, затем второе, потом третье. Это как бы поступательно. Психологи говорят, что есть несколько вариантов, которые можно в себе вот так вот попробовать. То есть первое, это какие-то личные ваши успехи, ваш личный доход, карманные деньги, да, можем сюда написать. То есть конкретная цель, погасить долг там или пробежать. Да, пробежать вот там 355 километров и провести 35 силовых тренировок. Помедитировать 50 раз. Тоже есть такая цель, которую можно делать. Ну вот видишь, да, конкретные советы. Поэтому советую тебе определиться конкретно вот с количеством тех тренировок, которые там тебе надо за какой-то промежуток времени на них сходить. Да, и вот вам живой пример. 26-летняя минчанка, она построила квартиру, продвижала тысячу километров за год и учит, как достигать своих целей в своем интервью. Она рассказывает, что она работала бухгалтером, ее не устраивала, ее должность, потом она решила собрать себя, собрать свои мысли. И теперь она работает главным бухгалтером в крутой компании. И она рассказывает, какие ошибки просто не должны делать вы, которые хотите добиться своих целей. Она говорит, почему у многих не получается? Значит, первое. Люди делают то, чего на самом деле не хотят. Ну вот честно, ребята, ответьте, пожалуйста. Вот это вот чтение книг, съемка фильма, учеба, хорошие оценки. Вы этого правда хотите? Нужно точно знать, чего ты хочешь. Вот так вот. Это так у вас? И сходить из своих возможностей. Допустим. Подождите, а вот мне вот я зацепился за фразу «сходить из своих возможностей». А мечтать о том, о чем ты понимаешь, что в ближайшее время, скорее всего, это не будет. Поэтапно делать. Вот сейчас ты можешь сделать это, а через год ты сможешь лучше уже сделать. То есть ставить глобальные цели ты считаешь, что не нужно? Там я хочу заработать миллион долларов. Нет, это цель конечная, к чему мы хотим прийти. И потихоньку нужно идти к этому. Но вы считаете, что нужно? И все больше и больше набираться опыта. Вот так же, как и я. Сначала снимал ролики, любительские ролики. И в позапрошлом году, уже в позапрошлом году, начал что-то на телевидение отправлять. И потихоньку получалось, получалось. И сейчас у меня такой грандиозный проект уже будет, который везде, во всех СМИ почти освещался. Вот так вот. А почему, тогда вы мне скажите, почему очень многие начинают, неважно, с понедельника, с первого января нового года, останавливаются на полпути? Все бросают? Не хватает, наверное, силы, воли. Что-то внутри не дает терпения. То есть не в цели дело, а в реализации? Ну, наверное, если ты не будешь проявлять усилия, то никакой Дед Мороз не исполнит твое желание и цель. Ну, вот, допустим, Влад, у тебя сейчас, считай, вот третья четверть, середина года. Да. Как обстоятельства в дневнике у тебя? Как ситуация? Ну, вроде бы не жалуюсь. То есть, в принципе, ты потихонечку идешь к своей цели? Сейчас же каникулы. Я понимаю, что сейчас каникулы, через неделю они закончатся, и будет третья четверть. Рома, а вот ты не бросишь свою книгу, там, не знаю, 60-30 тысячу, капля в море? На самом деле нет, потому что за книгой это стоит более глобальная цель. Ну, то есть, условно, ты хочешь прокачать свои какие-то навыки по работе. Ты читаешь книгу, ты получаешь новую информацию, которую ты потом применяешь. И это, условно, например, может вылиться там в твою зарплату. То есть, ты прокачаешь скиллы, тебе поднимут гонорар на 20%. Ну, условно, условно, да. Ну, можем сказать так. Кстати, я вот еще нашла один совет, почему иногда не получается. Это, кстати, вот эта девушка, 26-летняя минчанка, рассказывает. Иногда люди выбирают неправильное окружение. То есть, они думают, что лучшим катализатором, то есть, процесс, который ускорит вашу цель, это будут люди, которые вас будут окружать, и это действительно так. То есть, на ее примере, да, вот она хотела стать главным бухгалтером, что она сделала? Она сменила окружение, она поменяла место работы. И мы увидим, да, что волей-неволей, она выбилась в лидеры. А рассказывать всем, вот у меня такой вопрос про свою цель стоит, вот что все знали, что я иду к ней, и как-то помогали, может быть, или нет, это такое должно быть личное просто. Ну, в зависимости от цели, если цель, например, добиться... Ну, любая цель, да, там, я не знаю, книгу прочитать, там, фильм снять, стоит всем рассказывать? Или стоит сначала сделать, саму себе доказать и все? Ну, наверное, надо для себя доказать. Если ты понимаешь, что ты можешь достичь ее, то ты можешь, например, рассказать друзьям или, там, близким, родственникам. Ну, или рассказать всем, а потом тогда станет страшно, там, что не получится. Там тоже хорошая мотивация. Уже возникнут ожидания, а если ты не сможешь ее выполнить, то начнутся насмешки уже, взгляды косые. Сначала нужно оценить, сможешь ты это сделать или нет, а потом уже идти. Друзья, мы верим в вас, что ваши цели исполнятся, и мы, друзья, верим в вас. Что нужно сделать? Совет от пин-кода нужно завести трекер ваших привычек. Рассказываем. Есть такой портал, он называется 365. То есть, как раз сколько дней в году, столько и привычек у вас может быть. Сейчас я увеличу и вам покажу. Допустим, пожалуйста, плазма, помоги мне. Наши планы на зиму. Каждый месяц, каждый день мы можем себе расписать, распечатать, понятное дело, вот эту вот, эту табличку, скажем так. И свои планы, свои желания и мечты сюда вписывать. И галочкой, тут как раз вот есть рядочек, можно помечать, что у вас получилось, а что нет. Это планы на зиму. Там столько, много всего, да. Да, тут очень много. Занятия спортом, челлендж добрых дел, месяц здорового человека, как сделать свой сайт, дружба, забота. Сто дней до Нового года, вот это вот в конце августа, кстати, можно тоже. Это для тех, кто на диету садится, у тех, кого живется большой. Да, то есть тут на самом деле столько, столько всяких историй. Я не знаю, я надеюсь, что, кстати, может быть, вы тоже тут посмотрите и найдете что-то для себя. И будете и книги читать, и фильмы снимать, и в школе учиться, и свои мечты тоже исполнять. Начать Новый год с изучения чего-то нового. Как вы думаете, ребята, это хорошая затея? Ну, конечно. Ну, конечно. И мы это подтверждаем. Есть на самом деле небольшой флэшмоб, который тоже появился. Танцевальные, я бы сказал, модные, танцевальные, современные движения. А давай покажу. Давай. Пожалуйста. Вот это вот видно? Да. Всем? Я предлагаю их повторить. Давайте повторить, хорошо? Давайте повторить. Не знаю, как у нас. Пойдем. Давайте нам фоновую музычку погромче. Поехали. Так, еще раз. Как там? Три, два, один. Так это ж в прошлом году было модно, нет? Это всегда модно. О, быстрее. Не просто так мы движение присаживайтесь, ребята, решили открыть. Кстати, Иван, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Вот есть, да, у нас. Да, кстати, вот это вот движение, откуда оно появилось? Из компьютерной игры. Откуда? Из компьютерной игры. Правильно, Фортнайт. И вот мама одного мальчика утверждает, что никакая это не компьютерная игра, что украли движение ее сына. Вот такая вот версия. А какие еще актуальные новости из мира киберспорта мы для вас подготовили, узнаешь сразу после небольшой паузы на телеканале Беларусь-2. Спасибо, ребята, до свидания. Таня, мы в эфире. Прекрати это свои сторис там записывать, тем более они у тебя все однотипные, одинаковые. Ай, потом это сделаешь. Герман, какие истории? Вообще-то я в прямом эфире сейчас вот на вопросы отвечаю, пытаюсь как-то вот помочь студию нашу показать. Пока ты занимаешься своими банальными вещами, показываешь свои сторис всей сотней подписчиков своих, знаменитый игровой стример-ниндзя в канун Нового года играл с Неймаром Фортнайт. Тебе о чем-то это говорит? Ну, подожди. Так, кто такой Неймар, я знаю, а вот обо всем остальном давай попоменим. В общем, будем разбираться вместе с нашим гостем, встречая Максима Милищени, сейчас поговорим, что же такое вещь такая за стриминг, да, и что там вообще люди делают. Привет. Так, давай вообще рассказываем, что у нас сейчас на экране. Это Ниндзя вот этот вот стример, да? Ну да, слева, слева это он, справа Неймар, я думаю, Неймар это все могут узнать. То есть они не рядом играли, они вообще в разных там... Нет, Ниндзя тогда играл на Таймсквер, он собрал там около миллиона человек. Ого-го-го! Да. Подожди, вот это вот видео, которое они записали, то есть это был стрим, правильно? Да. Во время игры. Да, да, то есть они играли и транслировали это на платформе определенной. Да, то есть стрим, да, это просто прямой эфир, правильно? Формально, да, так и есть. И это очень популярно сейчас, да? Да, невероятно, я бы сказал. Ну, конечно, может быть, до телевидения еще не дотягивает, но... То есть это штука для интернета? Да, исключительно. Я просто видела, сколько там миллионов просмотров, а как вообще стать стримером? И такие вот миллионы, миллионов просмотров набирать. Для начала, наверное, нужно очень сильно захотеть, потому что просто так случайно, наверное, это редко у кого получается. То есть когда ты захотел стать популярным, возможно, ты донести, что ты захотел кому-то. Кто-то через стримы там доносит какую-то информацию. Вот. А уже во вторую очередь нужно уже задуматься, наверное, о техническом оснащении. А что, подожди, компьютер, наверное, да? Да. Или что? Тут мало даже просто компьютера. Во-первых, нужно подобрать комплектующие к компьютеру. А там, помимо этого, может быть, нужен будет второй монитор. Подожди, какие комплектующие? Ну, хорошо, микрофон, камера. Что еще? Это самая банальная. Сама начинка. Сама начинка комплектующих. Ну, для того, чтобы спокойно можно было играть, ничего не висло. Да, правильно. Интернет хороший вообще. Частяком люди заводят второй монитор. Просто, а иногда и не только второй, третий. Чтобы видеть отдельно комментарии, там, возможно, что-то еще смотреть. Ну, то есть, чтобы было комфортнее все это вести. Я никогда не понимал, а почему не самим играть? Почему вот так людям интересно смотреть за стримерами? Ну, часто бывает так, даже чаще всего бывает так, что стример — это какая-то популярная личность в сфере, там, киберспорта или вообще игровой сфере. И, во-первых, он играет лучше тех, кто его смотрит. И людям интересно почерпнуть, возможно, опыт какой-то. Но Ниндзя тот же, да, помимо того, что он очень хорошо играет, он там лучший, по-моему, в мире игрок в этот Fortnite, он дико харизматичная персона сам по себе. Он там изобрел вот эту фишку, то, что у него повязка на голове там. Это тоже из него даже Неймар специально копировал его. И люди чаще даже смотрят стримеров, потому что, вау, это прикольный, классный чувак. Он еще и играет в игру, которая мне нравится. А я знаю, что некоторые еще делают гады, да? Вот расскажи, что это такое. Ну, это то, что у нас называется обучением, да. Обучение к игре? К игре, да. Абсолютно верно. Я-то думала, что ты берешь джойстик и начинаешь сам учиться, то есть на своих ошибках и так далее. Потом проходишь все уровни, и ты такой молодец. И школы целые. А тут, оказывается, видео посмотрел, и можно научиться всему онлайн. Ну, не всегда хватает просто посмотреть видео. Это же нужно еще и повторить, как бы. А не все получается с первого раза. То есть и видео, это как просто наглядное пособие. Это как книжку прочитать, а потом пойти попробовать. Ну, вот чаще всего вот стримеры, это же не профессиональные там какие-то киберспортсмены, да? Да, зачастую есть очень много обычных людей. За счет чего вот они привлекают все внимание? Чем вообще надо обладать? Вот нас сейчас кто-то смотрит, решит там стрим заниматься. Что ему надо знать и понимать? Ну, во-первых, я уже вот сказал, что часто они это харизматичные люди. И действительно харизматичные персонажи, они очень цепляют людей. То есть может, можно играть вообще далеко не круче всех. Вообще далеко не круче всех. Но привлекать людей как-то, возможно, крутиться вот в этой сфере, то, что называют киберспортивным комьюнити, да? И как бы быть с ними на короткой ноге. Слушай, ну давай тогда уже расскажем, как запустить свой стрим для тех, кто сейчас, может быть, не сталкивался с этим никогда. Так, ну, во-первых, мы поговорили о том, что нам нужно техническое оснащение. То есть, чтобы компьютер тянул игру, правильно? Там на максималках, как говорят, да? Да. Возможно, даже прежде этого, ну это уже как у кого идет идея. Ну, это понятно, да. Идея, ну, просто идея проработанная. Как бы не просто, почему ты начал, во что ты будешь играть, а как ты будешь себя позиционировать в том же интернете. Ну, от этого зависит, наверное, и техника. Хорошо, значит, мы покупаем компьютер, который тянет игру, правильно? Да. А лучше два? Да, а лучшее три. Потом вы решаете, в принципе, как бы, играть ли на эту камеру или быть собой. Потому что я знаю миллион вот этих персонажей, стримеров, которые на самом деле в жизни-то они там спокойные, хорошие люди, но в онлайне они там кричат и делают такие вещи, которые ты никогда не поймешь. В общем, нам еще, кроме компьютера, нужна камера, если говорить про технику. Да, про технику. А, про технику. Ютуб-аккаунт, наверное, нам нужен, да? На Твиче желательно, потому что на Ютубе говорят, что стримить не всем нравится. Ага. Хорошо, а вот если родители плохо относятся, ведь если ты хочешь стать стримером, ты обязательно столкнешься с этой проблемой? Ну да, я думаю, что это на самом деле неминуемо. У нас еще, как бы, поколение наших родителей не всегда нас понимает. Как им это объяснить, что это моя работа? Я думаю, что объяснять смысла нет. Тут нужно как-то показать, что она в итоге дает, этот стриминг. Если там внезапно тебе начали капать деньги за этот стрим, я думаю, родители это ощутят, что, ну, по-моему, человек занимается тем, что ему нравится и получает за это деньги. Ну, это же до этого надо еще дойти, наверное. Безусловно, да. Ну, возможно, ну, родители радуются всегда, когда мы бодры и веселы. А уж если человеку помогает быть бодрым и веселым игрок. В общем, радоваться. А как деньги зарабатывать на стриме? Потому что я очень часто, да, на Твиче вижу, там, вам перечислено, там, столько-то рублей, столько-то, столько-то, столько-то. Это кто эти люди и зачем им перечисляют деньги? Ну, вот эти донаты, ну, донаты, пожертвования, они летят совершенно от просто неизвестных для стримера людей, которым нравится то, что он делает. Это же, как правило, идет на поддержку, там, на покупку чего-то нового для стримера, там, или, да, банально, на жизнь. Может быть, людям настолько нравится то, что он делает, что они не хотят, чтобы он ходил на другую работу. И чтобы он постоянно стримил. Чтобы он все больше и больше был в онлайне. А для этого они ему переводят деньги. Ну, а вообще, если говорить по зарабатыванию денег, если ты такой игрок средней руки, вот можно заработать на жизнь, если ты, там, не топовый, там, с Неймаром играешь? Что такое? Вполне. Я думаю, вполне этому сотня примеров. Честно, не могу сказать точной суммы даже, как бы, так. Но можно, в общем. Люди занимаются этим, да. Смотри, вот геймер бросил учебу ради киберспорта. Дай совет, что теперь товарищу ребенку делать? Думаю, надо вернуться в учебу. Потому что, как-никак, это не самая стабильная сфера. То есть, ты можешь выстрелить, как стримера можешь не выстрелить. Возможно, твоя манера не самая интересная. Это ты так думаешь. А люди нет. То есть, возможно, что не твое время еще. То есть, надо либо попробовать, а потом уже либо ставить все на киберспорт, либо идти учиться. Нельзя же, наверное, совмещать и быть успешным. Можно совмещать, но это выйдет, как бы, не так эффективно. То есть, по пару часов в день, по три часа в день для начала, а там уже как пойдет. Ну, а сколько вот топовые геймеры, стримеры? Сколько надо часов тратить? Ты не узнавал? Они частиком просто устраивают марафоны на 24 часа. 24 часа нон-стопом? Нон-стопом. Ну, то есть, они отходят там покушать где-то, может быть, минимально кофе попить, что-то такое. Но в целом они все эти 24 часа проводят за компьютером. Для тех, кто подключает консоль, пару советов, как стать классным игроком и стримером. Это, на самом деле, настройка вообще стримов с консоли. Нет, кто уже учится играть. Это, ну, что я могу сказать? Давай, первое, второе, третье. Давайте, опять же, если это консоль, это лучше определить сначала игру, потому что все они очень разные. Короче, определяемся, учимся, смотрим. Учимся на ютюбе? Можно на ютюбе, можно прямо так и со стримов других. В общем, развиваемся, не сидим на месте. Как, в принципе, в любой области, надо понимать, что если вы хотите работать, то это должно быть действительно ваша работа. Ну что ж, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам в гости, рассказал, кто такие стримеры и вообще зачем это все нужно делать. Зачем это все нужно делать? Но не сидите, друзья, сутками перед компьютером, не играйте в эти игрушки. Смотрите лучший пин-код сотрудника по пятницу. Увидимся завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok